Всем привет! Что-то у нас зима опять началась на три дня. Растачиваем литые диски центральное отверстие. Диаметр 48 сантиметров вроде у них. Ну конечно здоровые. В токарный тяжко они влезают. Плюс немного кривые они. То есть если зажимать в токарный вот за это место, я не знаю как центральное отверстие можно выставить. По мне так не очень наверное будет. Надо расточить до 74,1 то есть полтора миллиметра снять. Здесь такой буртик. Все необходимо снять. Будем все это дело делать на фрезерном станке. Необходимо найти относительно оси вращения шпинделя центр, чтобы диск был ровно. То есть ни туда ни сюда, ни влево ни вправо. Как это сделать? Самым таким более-менее примитивным способом. Берем конус в задний центр. Вообще пофиг как. Момент. Ненужные запчасти. От задней бабки. От токарного станка. Скорячиваем. Оп. Немножко улетает. Пидерача. Вам вообще видно что-нибудь? Да? Слушайте. Вам даже что-то видно, да? Опускаем пиноль. И он автоматически сейчас будет центроваться. Смотрите. Хоп. Видали? Чудеса, да? Все. Крепим. Чтобы никто никуда у нас не открутился. Хоп. Хоп. И хоп. Все закрепили диск на столе. Диск такой нормальный огромный. То есть закрепил его здесь, здесь и вот такими прижимами. Чтобы он точно никуда не делся. Подложил бумажки, чтобы не покоцать лакокрасочное покрытие. Можно конечно на параллельке все это дело положить. Можно тут катать вот по этой части, чтобы тут поймать сотки. Ну блин, вот здесь вот ржавчина. Десятка, если не больше. Можем даже. Почти две десятки. То есть я думаю все будет ништяк. Диски были овальные, они после вытяжки, прокатки, короче их, ну вытягивали, сделали из яйца круглые. То есть по идее вот это все должно быть тут. Все ровно. То есть что мы дальше делаем? Ставим расточную башку и уже по индикатору точно обкатываем столб влево вправо, вперед-назад. Установил уже расточную башку, поставил индикатор вот таким корявым способом, коснулся. Сейчас будем обкатывать. Ставим 1600 оборотов. Чтоб проще было шпиндель вращать. Берем ключ и свет вкрутим. Дай геморрой, ну а что делать? И смотрим куда у нас стрелка отклоняется или не отклоняется. Здесь у нас плюсик. Значит стол немножечко в бок. Тридцать. Хоп. Тридцать. Хоп. Еще раз он сорок. Все офигенно. Теперь вот эту поперечку. Уходит в минус. Ушел, что я это делаю в минус. Легко. Вместо. Денемочечко, попервечку на сад. Тридцать. Хоп. Хоп. Тридцать. Тридцать. Вместо. Тридцать. Тридцать. так смотрим вот здесь у нас показывает 30 начинаем вращать 36 должно быть 30 30 дальше вращаем 36 что там друзья я-то не вижу фига вы должны все видеть 29 короче я считаю что офигенно поверхность смотрите как этом я почистил по максимуму опустил пониже идет почище вот такое все тут ваще карточка в принципе я думаю там плюс минус 7 суток роли не играет и короче убираем индикатор теперь у нас получается ось вращения шпинделя относительно центрального отверстия диска идеально ровно относительно 5 суток то есть касаемся начинаем потихонечку растачивать ставим 200 оборотов и вращая ручку шпинделя будем опускать стол соответственно за тягиваем и здесь тоже затягиваем и погнали на расточку проверяем сделал вот такой калибр 74 и 1 то есть начали он 74 и 0 5 10 а дальше 7 4 1 то вдруг мы сейчас пролетели с размером растачиваем дальше берем калибр и смотрим что пока он не лезет надо померить берем штихмаз микрометр меряем он показывает еще надо расточить на три десятки на три десятки мы ему не верим меряем еще раз делал такую серьезно так две десятки так две десяточки то есть берем ставим индикатор ничего то есть и так где сейчас у нас показывает 30 то есть нам надо добавить две десятки получается добавить десятку ослабляем он послабили крутим на расточной голове крутилку добавляем давайте 8 соточек добавим не забываем обратно затянуть и красность получается десятка то есть при расточке сейчас нас снимется то есть был у нас тут 30 39 при расточке у нас снимется почти десятки с растачиваем еще раз и смотрим что получится кстати на чистоты обработки берем керосин и смазываем тогда поверхность будет чище пара терраем чтобы не было паре буков берем наш калибр меряем никак не залезет еще раз измеряем почти 41 минус 7 соток то же самое короче ставим индикатор добавляем 7 соток получается 15 минут протачиваем вот так вот но добавил еще 700 чик смотрим начальность проходит дальше все размер пойма ничего не болтается короче вы поняли для вот так вот надо растачивать на фрезерном станке все четенько все берем следующий диск и повторяем все эти манипуляции вроде быстро а нифига тут не быстро геморрой еще тут вот короче растачиваем все это дело происходит не очень быстро качу датчик вставляется потом секунд хочу поняли для капец чем шутера к считаю что чик заходит все огонь так вот вроде быстро нет не быстро то есть на фрезерном все это долго происходит и дороже чем на токарном можешь конечно токарном зажать в точности уже конечно такой не будет на такой диск не зажмешь диаметр у нас у этих дисков получается 470 миллиметров то есть в принципе вках улезает не один к 625 можно на нем но получается там полтора сантиметра всего до станина есть кулачки на джи зажимать за кулачки но в кулачке уфе и кузовы короче лучше на фрезером потому что такая если хреновина будет крутиться вращаться что-то как-то стремновато ну и вылета считай большой резца живу нет кибала куда достать у нас получается тут высота с угоном сто семьи стой сто шестьдесят кори глубоко плащает чувак пришел я говорю ну может расточить но говорю на фрезерном как бы долго он кубль нам он что быстро и очень и очень и очень дешево я говорю ну конечно можно знаете что ему дал короче я ему вытаскиваю два напильника один помельче а другой короче покрупнее его вот можно вот так расточить и будет готова вонку ну в принципе да чё тут тут всего полтора миллиметра достаточно фига за день конечно вот пожалуйста короче он берет напильник минут десять он тут шкрябал ничего не не получается у психанул в дне получается дня и вообще может говорю бормашинкой пройти водку не короче давай точить можно при себе сделал дешево и безвозмездно напитником но чтобы его четко я меня есть группа вконтакте и инстаграм все ссылочки в описании понравился видов ставим лайкос подписывайся на канал всем спасибо за внимание до свидания